В преддверии Дня шахтеров в области Лута участвовали шахтеров и обогатителей. В городе Сетпаеве состоялась церемония награждения премии Казахмаз Шулдазара. Награды получили лучшие работники этой нелегкой профессии. В этом году организаторы решили отойти от традиционного формата. Гостей вечера встречали на красной ковровой дорожке. В их честь звучали аплодисменты и поздравления. Основная часть праздничного мероприятия проходила в Большом зале торжеств. Номинантов премии почетных гостей вечера приветствовал председатель правления корпорации Казахмыс Нур Ахмед Нуреев. Сегодня действительно знаменательный день. Я пережил невероятные эмоции. В первую очередь, потому что буквально с утра под председательством премьер-министра республики Казахстан было вручено 12 государственных наград нашим коллегам. И это в первую очередь большая заслуга и большое внимание и признание вашего непростого и нелегкого труда. Приоритет компании был и остается быть социально ориентированной. Мы будем улучшать условия труда, мы будем повышать благо нашего коллектива, мы будем улучшать условия в наших регионах. В этом году в список претендентов на премию Казахмыс Жолдоздаре вошли 130 работников и только 34 из них стали победителями. Среди них специалист с большим опытом работы Аскар Туменбаев, бурильщик рудника Нурказган. Победителем номинации «Лучший взрывник» стал Юрий Сухих. На производстве Жолказган «Светмет» трудится уже 16 лет. Получил награду в номинации «Лучший взрывник корпорации». Работал уже 16 лет. Очень благодарен за наградки, очень приятно. Хотелось бы выразить благодарность руководству, что создают такие мероприятия. Это очень важно для рабочих. На сегодняшний день в корпорации «Казахмыс» работает около 30 тысяч горняков и обогатителей. Ежедневно они перерабатывают сотни тонн руды. Стоит отметить, что горнодобывающая отрасль занимает одну из важнейших позиций в промышленности республики. Применяя передовые технологии, создаются современные кластеры. Руководство компании достойно оценивает труд каждого работника, увеличивая зарплату и улучшая соцпакеты на предприятиях. Но в приоритете компании по-прежнему остается обеспечение безопасности людей.